МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Компания АИ вас приветствует меня, зовут Иван. Сегодня хотим представить вам, вашему вниманию, новинку, московского прицепа МЗСА. Это прицеп Компакт, который имеет габаритные размеры 2,95 метра на метр пятьдесят пять. Внутренний размер кузова прицепа 2,05 на метр десять. Давайте посмотрим, как выглядит прицеп. Начнем с дышла. Перед этим хочу сказать, что прицеп так же, как и все остальные прицепы московского завода МЗСА. Прицеп полностью у нас оцинкованный. Здесь крашеные только рессоры и сама ось. Дышла на данном прицепе сделана не В-образная, а И-образная. Но при этом дышла сделана из квадратной трубы 60 на 60. А мы знаем, что дышла на серийных прицепах, на других прицепах марки МЗСА сделана из профильной трубы 40 на 80. В замковой устройстве также установлена фирма КНОТ. Есть также скоба, которая не позволяет замку уложиться в грязь, когда прицепы используются без запорного колеса. Здесь нет функции самосвала. Передний борт здесь заблокирован, то есть он не открывается. Далее смотрим, крылья такие же, как на стандартных прицепах МЗСА. Колеса тоже 13-е, с такой же осью и рессорами от фирмы AlcoCover. Высота бортов, кстати, здесь 30 см. Посмотрим в задней части. В задней части мы также видим фонари, которые выполняют 4 функции. Это повороты, габариты с тормозом и освещение номера вот здесь вот сбоку. Также стоит, по правилам движения должен стоять треугольник светоотражающий. И с левой стороны, по правилам, также должна стоять противовая пара. Заднего хода на прицепе нет. Но ГОСТ этого не предусматривает. Обратите внимание на замки. Замки здесь выполнены такие же, как на фирме, например, трейлер. Еще на других прицепках такие замки устанавливают. Закрывается таким образом. И борд становится полностью вертикально. Пол прицепа выполнен из влагостойкой фанеры. Также 9 мм. Все аккуратненько видно. Бетли для крепления груза здесь установлены. Пол ровный. Габаритная ширина внутри кузова прицепа метр десять. Закрываем задний борд. Закрывается очень просто. Смотрите. Я накидываю петлю на обратную скобу и просто защелкаю. И вот здесь есть топор на пружинке. Он открывает борт. Борта, посмотрите, здесь выполнены вот таким образом. То есть довольно-таки прочные борта. Не болтаются. Давайте посмотрим, как выглядит у нас подвеска прицепа. В задней части мы видим, что на крыле нет брызговика здесь. Далее посмотрим, получится снять. Далее также установлены у нас на прицепе амортизаторы. Два амортизатора фирмы Finox. Сборная рама идет на клепках. Рессоры четырехлистовые. И алковская балка. То есть ось. Кстати говоря, вот посмотрите. Панель светотехники здесь она герметичная. То есть на фонарях стоит соединение байонет. То есть вот со стороны колес грязь в фонарей не будет попадать. И еще следует обратить внимание, что дышло прицепа, оно протянуто на всю длину рамы. То есть само дышло проходит по всей длине прицепа. Что придает данному прицепу особую прочность. Грузоподъем из данного прицепа 675 кг. Давайте посмотрим, как выглядит прицеп передней части снизу. Мы видим вот наше дышло толщиной 3 мм, оцинкованное профильной трубой 60 на 60. И очень компактно сделанная подвеска. Сделана компактная рама прицепа. Номер на прицепе установлен здесь. Номер шасси на прицепе установлен, выбит на дышле прицепа. Данный прицеп компакт мы рекомендуем всем тем, кто планирует не часто использовать легковой прицеп. Пожилые люди, кто занимается приусадебным хозяйством, кто занимается дачей, кому не нужны тяжелые грузоперевозки, кто использует легковой прицеп не каждый день. Вот именно эта модель, мы ее рекомендуем. Грузоподъемы здесь по паспорту 675 кг. Также прицеп имеет полную массу 750 кг. Для управления прицепом достаточна категория B. Преимущество такое, что прицеп стоит 29 900. На данный момент сейчас январь 2016 года. И за такие деньги вы получаете полностью оцинкованный прицеп. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Удачи всем. До свидания.